И я хотел бы вот эту тему поднять. Почему? Нужна великая инвентаризация в 200 грех. Ещё раз скажу, скажу громко, официально. Ну, фермер, конечно, это не высоко. Это даже не аспирант и не доцент. Фермер – это колхозник. Ну, может быть, бригадир колхозников там. Вот, в какой-то делянке. Не больше. Вот. И вот этот фермер утверждает, что мы... А я ещё буду вам показывать сейчас и показывать. У меня впереди сюрпризы. Ой, 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 интригуем. Вот. Мы обошли науку именно по качеству плодов. Так. Вот. Наверное, и количество деревьев в наших садах, выдающихся. В десятки, в сотни раз больше, чем в науке. Они закрытый орден. Они должны были... Всё же передаётся. Новосельский институт должен получать новые сорта, передавать их ГСУ. ГСУ должна их в каждом регионе. А потом смотришь. Потом ГСУ в питомнике. Ну, извините, я не вижу этих питомников. У них на сайтах фотографии всё те же, из интернета. Не свои. В общем, где-то вся система работает холостой. Я ещё раз призываю. Который раз нужна великая инвентаризация выдущих деревьев. И вот. Когда у Боднера 15-метровое дерево, у основания, я не привеличу. Смотрите, у меня фотография есть. Вот такой пень остался. Вот. А ещё до этого за 5-10. И учёные знали про этот черешню выдущихся? Должна была табличка висеть. Табличка. Чтобы этот не спилил его, а ему надо было выкупить это дерево. Выкупить. И табличку повесить. Охраняется законом. Какие-нибудь развалины там охраняются законом. Вот. Которые никому нахрен не нужны. А здесь всё. И сейчас был бы это дерево. А представляете, потом собрать с них. А таких примеров у меня много. Я показывал молодому учёному. Это было вчера. Но это что? Я показал то самое дерево. Вот. Вот. Сейчас ещё раз. Это очень важный разговор, ребят. Вы простите меня. А тут меня кое-кто просит только лекции. Больше ничего. Понимаете? Это почти всех сборов. Всех. Уже всё собрано. Уже 30 ведер собрано. Да что же это такое? А они опять нападали. Я скажу, всё. Больше не могу. Я за каждое ведро платил. За то, что выковыли, каждый платил. Промыли. Замочили. Отобрали. Утонувшее. Высушили. Я за всё платил. Всё. А хорошо ещё молодой учёный часть этого собрал. Ему помогали, кстати. Вот. А ведь это уникальные вещи. Это что говорит? Что это дерево, оно ещё живо-здорово. На нём ещё веток сухих нет вообще. Пассажин был в 2001 году. Ему всё 20 лет исполнилось. Вот так вот. Это последний раз в Украину ездил. В 2001 году. Черенки перевёз. Понимаете? Вот. И на нём табличка должна быть. Вот. А если... Ещё скажу пару слов, чтобы было более, как сказать, картины объективной. Смотрите, каких правослуг. Значит. Если... Есть Брянский институт садоводства. Он называется институт Люпина. Но я не знаю, там занимается и садами. И вот представь себе. Есть Олег Олегович Мезинов. Шофёр-дальнобойщик. Я фермер, он дальнобойщик. Вот. Ну, простые мы люди. Вот. А... В институте заправляет, допустим, учёный человек. Не буду трепать фамилию. И вот он перевозил нормальный язык его книгу. Вот подошли к черешне. Подошли. А на ней, на каждом ярусе по 8 метров. Ну, может быть, 5, 6, 7, 8. И вот... А между ярусами обязательно метр. Ну, что? Тут метр, всё, прям, берите или некуда. И вот на этом ярусе 8 надо сколько отрезать? Ну, за стулья взялись. Мне кажется, вы ещё не привыкли до конца к тому, отчего у меня уже последнее... Уже это... Ну, уже никаких нервов не выдержит. 5 надо отрезать. Причём на кольцо. Из 8, 5. А потом вот это уродца, вот это вот коллегу из коллег продвигать на север. Понимаете? А у Мезинова такой персик... Ну, что мне делать-то, Олег Олегович? Становите снова место. Я сейчас после того, как вы этот персик вырислили, Хасанский, я уже не имею права вам этого ничего подсказывать и ничему учить. А вот учёных с этого института вы-то жили, Завис? Вы же научили бы. У них этот персик мог бы уже... У вас сколько колсточек! Они должны были эти... Уже в это самое... Взять милицию в себе, помощь по принципу. Вот этот Мезинов, не дай бог, эти косточки куда-нибудь там или в это... Подарит. Или, не дай бог, ещё что-то. Сройся наука, во имя науки. Вашу цену. И все забираем до единого. И через 5-10 лет вся Брянская область покрыта персиками, которые не замерзают. Но этого же никогда не будет. А? Олег Олегович. Это то же самое, что... Ну, пока летаем на самолётах, а кто-то вроде Олега Олеговича, шофёра, взял бы, да изобрёл бы там летающую мы... Допустим, летающую тарелку, например, космический корабль, который там нажал кнопку и через час на Марсе. Всё равно никому не надо будет. Вещи, двигатели, изобрети, Олег. Пошёл тебя, знаешь, куда? Кажется, этого не может быть. Ты будешь говорить, у меня крутится этот маховик уже 5 лет. Принимайте эксплуатацию. Отменяем электростанции, прекращаем затапливать территорию, прекращаем сжечь тепловой. Тепловой этот самый эффект исчезнет, страна не ставит... Ну, не будет всемирного потопа и прочее, прочее. Вот, я вам 5 лет двигатель крутится. Куда вас пошлют вместе с двигателем настоящим, вечным? А? Это ещё повезёт, если просто... Ай, всё, молчу. Вот, я выговорился, я не Макиначи. А вот это мои фотографии, смотрите. Вот это. Сейчас. Ну, нужда заставила, человек присал 20 тысяч рублей. Вот. Учёный Маулин с Сирябинского института, да? И посмотрите, как мы двигаемся дальше. Только держите за стулья слово. Похожа фотография? А это чья фотография? Моя... А, это чья фотография? Моя... А, это чья фотография? Принцип тот же? А, сейчас, ребята, мы с вами погружаемся в сказку. Я уже думал, ну, уже всё свёрст, она... уже сколько можно хвастаться своими друзьями. Но не выдержал. Ладно. Допустим, мы сейчас вот здесь. Вот. Ну, вы уже поняли, что доктора Хана мы уже знаем. А знаем ли мы? А знаем ли мы? А знаем ли мы? Ага. Не здесь. Нет, не здесь, не здесь, не здесь. Сейчас скажу. Слушайте. Пусть будет интрига пока. Потом это. Пусть будет интрига. Потому что всё, что я покажу, это вообще уже за все рамки выходит. Я про омских волшебников. Моих друзей. Ладно. Поехали. Я так никогда не закончу. Это одна из фотографий, которую мне прислала Наталья Матвеева. А может Юлия Матвеева. Вот. Ой, здорово. Здорово. Осталось. До свидания. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok